Сегодня хочу сказать, что в нашем существующем законодательстве уже без каких-либо соглашений любой российский коммерческий банк может открывать свою дочку в Абхазии. То есть, по большому счету, никакого соглашения не нужно. Мы, кстати, считали сегодня, перед тем, как сюда прийти, квоту. Есть закон о квотах, участие иностранного капитала в банковской системе. Если вы знаете, в прошлом году Банк Абхазии поднял требования для иностранного капитала, для банков с иностранным капиталом. То есть, для открытия дочернего банка в Абхазии нужно 450 миллионов рублей уставный капитал. То есть, по сути, сегодня в присуществующей квоте один банк российский, если вдруг изъявит желание открыть здесь дочернюю структуру, он может это сделать и уместиться в квоту. И эта картина, конечно, намного в тысячу раз более опаснее для наших коммерческих банков, нежели вот эта урезанная схема, при которой мы не даем шансов условному, так скажем, филиалу соприкасаться с нашими банками. Да, с нашими банками. В этом филиале, естественно, он не может ни кредитовать, ни обслуживать физлиц, ни урлиц, ни контрагентов, никого. Как вы прокомментируете те опасения, которые написали в своем обращении руководители банков? Опасения, безусловно, понятны. Мы в первую очередь об этом думаем. До того, как банки нам писали это письмо, когда мы участвовали в разработке этого пункта, безусловно, мы об этом думали. Именно поэтому мы не согласились на то, чтобы в Абхазии открывался полноценный филиал, потому что это может привести к тому, о чем пишут банки, что это будет конкуренция, и наши банки могут не выдержать. Именно понимая все это, мы в соглашении заложили такую урезанную схему, при которой от филиала остается только название, по сути. А вот то, что написано в письме, что может быть дальше, да, измениться соглашение и так далее, конечно, Национальный банк не может сказать, что может быть дальше, но это в любом случае. Если какие-то изменения будут, опять же будут встречи, опять же будут ратифицироваться в парламенте.